Ярославль готовится к юбилейному пятому полумарафону «Золотое кольцо». Он состоится уже 2 сентября и на старт готовится выйти около 7 тысяч участников. И один из них Григорий Кричмара, один из организаторов и, как я сказала, уже участников этого фестиваля. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Ярославский полумарафон, каким он будет в этом году, расскажите. Ну, во-первых, это у нас пятый юбилейный. Мы к нему очень хорошо готовимся. Это не только знаковое событие для ярославцев, да, и города Ярославля. Это знаковое событие для всего бегового российского сообщества. Мы ждем большое количество гостей из других регионов. Уже сейчас участники заявились более чем из 50 регионов, а также из 10 стран мира. Из каких стран, расскажите? Не могу сейчас вам перечислить, но есть страны. Да. Ну, как обычно, трасса полумарафона пройдет в охранной зоне ЮНЕСКО. Это уникальный марафон, полумарафон, единственный в России, в котором трасса полностью пролегает в зоне ЮНЕСКО. Также трасса сертифицирована Международной ассоциацией марафонных пробегов AIMS. Это означает, что на этой дистанции, да, на этом полумарафоне признаются международные результаты. То есть можно ставить, показывать хорошие результаты, и они будут признаны соответствующими организациями. Расскажите, чем этот забег будет отличаться, каких звезд ожидаете, какие фишки? Ну, в этом году, например, у нас есть звездный участник, это Тина Канделаки. Она побежит 3 километра. Вот. Очень надеемся, будем за нее болеть. Также из звездных участников есть олимпийская призерша, двухкратный олимпийский призер Олеся Зыкина. Она проведет разминку на 10 километров и 21 километр, вот, и также пробежит вместе с детьми детский забег. А вот расскажите про детей. Много ли детишек ожидается, и какие для них специальные какие-то трассы будут подготовлены, или они наравне со взрослыми побегут? У нас есть, да, специальные забеги для детей до 11 лет. Это забег на 300 и забег на 600 метров. Вот. Мы ожидаем порядка 500 детей на эти дистанции. Расскажите свою историю, как вы начали бегать, и, может быть, дайте совет людям, как начать. Бегать я начал давно, у меня вся семья бегает, отец, брат, мама. Вот, я особо не любил, но, как сказать, родных не выбирают. Вот. И, в принципе, в принципе, как бы начал бегать вместе с семьей, участвовать в соревнованиях, постепенно привил любовь к бегу, и сейчас совмещаю хобби с делом. Что нужно сделать, чтобы заставить себя выйти из дома? Какие еще советы? Оденьте кроссовки, потом их будет лень снимать, уж побежите. А когда легче станет? Когда организм привыкает? Через какое время? После первой пробежки. То есть уже? Да. Понятно. Григорий, расскажите, я знаю, что украшением фестиваля станет юбилейный праздник у вас еще будет большой, это уже такое будет культурное событие. Что будет организовано для участников, какие площадки? Да, все правильно. У нас забег, это не просто забег, да, это праздник выходного дня, и люди приходят с семьями и проводят там целый день. Соответственно, для тех, кто не бежит, у нас будут мастер-классы, можно будет сдать нормы ГТО, можно посмотреть, как, например, спортивные школы демонстрируют различные навыки и умения. В общем, досуг найдется для любого. Для каждого. Даже не спортивного человека. Даже не спортивного, конечно, да. Большое вам спасибо. Желаю вам успехов в проведении. Ну, я напоминаю, что у нас в гостях был один из участников и организаторов полумарафона Григорий Кричмара.